Я приветствую вас на YouTube-канале «Естественное пчеловодство». Совсем недавно прошла наша очередная ежегодная конференция, на которой опять был доклад, посвященный клещу тропиллелапсу. Если в прошлом году Илья Умрихин рассказывал нам о том, что с точки зрения многих исследователей, там, Самуэля Рэмси, у нас есть еще лет 10 до того момента, когда он дойдет до северов, то в этом году выяснилось, что ситуация гораздо более грустная. К сожалению, клещ тропиллелапс был уже обнаружен даже на нашем юге, в некоторых местах. Я хотел бы по этому поводу обратиться ко всей пчеловодной общественности. Эта ситуация действительно критичная. Людей, которые изучили бы подробно клеща тропиллелапса и все научные работы, связанные с исследованием его, можно пересчитать по пальцам двух рук. Ни ветеринарные службы в большом количестве, ни Россельхознадзор, к сожалению, не имеет достаточного количества специалистов для того, чтобы прореагировать на эту ситуацию. Для изучения его, для создания стратегии реакции необходимо время. И другим способом мы решить эту проблему не можем. Никакие проверки пчеломатериала не дадут остановить распространение этого клеща. Единственным решением, которое сейчас может быть принято, это только полный карантин на ввоз и перемещение пчелопродукции из южных регионов, из стран Средней Азии. Я хотел бы обратиться к пчеловодам из Средней Азии, которые уже несколько лет поставляют нам большое количество пчеломатериала. С моей точки зрения, вам необходимо сделать примерно то же самое внутри ваших стран. Вам нужно обратиться к государству, прекратить перемещение пчелопакетов между пасеками и, наверное, компенсировать какие-то хозяйственные убытки от сложившейся ситуации и инициировать изучение учеными проблемы данного клеща и данного заболевания тропиллопсоза. На данный момент ситуация может быть настолько критичная, что если он в течение этой весны будет распространен по всей территории до северов, то мы можем просто лишиться большого количества пчел, которые живут на пасеках внутри России. Как лечить от него? Лечение пока не разработано. Лечит очень единственное, что помогает, хоть как-то, это большая концентрация кислот, но и то-то не полностью. Амитраз не помогает. В общем, стратегий пока что не существует, который достаточно приводит к решению. Ситуацию нельзя недооценивать. Сейчас была большая конференция в Федеральном научном центре в городе Рыбное, в Федеральном научном центре пчеловодства. Там много было посвящено этой теме. И Анна Зиновьевна Брандорф, и представители ветеринарной академии в один голос говорят о том, что с проверками мы не справимся, и карантин – это единственная возможная мера реагирования. Впереди конференция в Костроме, конференция в Вологде. Я обращаюсь к пчеловодной общественности поднять эти темы и постараться достучаться до наших принимающих решения по этой теме органов. На данный момент нам необходим карантин. И связано это, как я уже сказал, не с хозяйственной деятельностью, а связано с ветеринарной чудовищной угрозой, с которой мы пока что не сталкивались. Для того, чтобы обратить внимание общественности на эту тему, мы решили собрать подписи пчеловодов, которые поддерживают инициативу введения карантина. Для этого мы сделали петицию на сайте РОИ, на сайте федеральных инициатив, но, к сожалению, модерация проходит два месяца, и она будет доступна только к 26 января. Для того, чтобы не терять время, мы сделали временный сайт, на котором также можно оставить свою подпись под этой инициативой, которую мы опубликовали. Сайт safethebiz.ru. Описание сайта даны в описании к этому видео. Давайте попробуем, по крайней мере, пересчитать то количество пчеловодов, которые ответственно подходят к этой проблеме. Также я хотел бы обратиться к тем пчеловодам, которые по понятным причинам говорят о том, что внутренний рынок не сможет компенсировать нужное количество пакетов, потому что таких мощностей у нас не существует. Поймите, что ветеринарное реагирование и карантины вводятся только, когда ситуация критичная. И да, возможно, в этом году вы сможете получить прибыль, но в следующем году огромное поголовье пчел внутри России будет просто уничтожено. Неужели это достаточная плата за прибыль этого года? Ведь может быть, что можно лишить эту проблему другим способом, обратиться к властям в случае введения карантина, предложить компенсацию, перестроить свой бизнес, реструктурировать рынок, перейти на производство пакетов, возможно. Потому что, ну, как я уже сказал, другого варианта я просто не вижу, а недооценивать эту проблему нельзя. Давайте как бы консолидируемся для того, чтобы решения в нашей стране начали принимать компетентные люди. Пчеловодное сообщество – это профессиональное сообщество. И профессионализм, его компетенцию совершенно необходимо повышать. Должны быть услышаны ведущие ветеринарные врачи. Должны быть услышаны те люди, которые действительно погрузились в тему и понимают, с чем мы имеем дело. И тогда, возможно, широкое развитие российского пчеловодства. Без этого я не вижу возможности. Ситуация будет каждый год только ухудшаться. Пожалуйста, голосуйте за это обращение. Давайте обсуждать это, как и обсуждали последние несколько дней. Но я прошу обратить внимание именно на те аспекты, которые я здесь озвучил. Спасибо.